товарищи невоводы и гости моего канала рад всех приветствовать итак прошу вас сейчас набраться терпения посмотреть данное видео от начала до конца без перемоток информация будет много информация будет очень полезно а каждый из вас я более чем уверен что для себя что-то извлекет полезно в этом видео итак поехали все прекрасно знают что у меня есть такая привычка вести все записи по тем работам которые я совершаю со своим автомобилем вот руководство по эксплуатации и здесь в конце есть такой раздел как бы ну для заметок да и я пишу по датам что когда какие виды работ делал с автомобилем когда менял масла когда менял свечи обслуживал да все это прописываю на каком пробеге это на самом деле очень удобно полезно и вам советую ну придерживаться такой же схемы это очень удобно потом не надо ломать голову что когда менял когда нужно менять то есть вы уже никогда не перекатаете не масло не в трансмиссии не в двигателе это очень полезная так скажем хорошая положительная привычка итак смотрим по трансмиссионному маслу крайний раз трансмиссионное масло я менял 1 апреля 23 года на пробеге шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть километров была замена трансмиссионного масла во всех агрегатах ну так вот на сегодняшний день сегодня у нас двенадцать одиннадцать тысячи двадцать третий год пробег на автомобиль составляет девяносто одна тысяча восемьсот километров ну ни много ни мало на трансмиссионном масле я проехал уже 30 тысяч и сегодня я заменил полностью трансмиссионное масло замена трансмиссионного масла в коробке передач раздаточной коробки редукторе переднего моста редуктора заднего моста залито лада ультра 75 в 90 универсальное трансмиссионное масло классификации gl4 drop 5 это полу синтетика и очистил сапуны редуктора заднего моста редуктора переднего моста все это я записал и так маленький вам совет не придумайте никогда велосипед не ломайте себе голову не себе не людям заливайте в трансмиссию то что заливает завод вот это вот масло заводское вот показываю вам в канистрах вот это вот сразу говорю это не реклама вот лада ультра gl4 drop 5 трансмиссионное масло полусинтетическое 75 в 90 это то что заливает завод для замены вам потребуется 1 4 литровая канистра и 1 литровая в литрушке у вас останется после замены во всех агрегатах примерно грамм 300 400 должно остаться в литрушке с этого объема ну на доливку масло очень хорошая вы прекрасно видите мой канал смотрите постоянно мои видео вот все на ваших глазах редуктор переднего моста у меня родной никаких проблем с ним нет заднего моста редуктор тоже родной никаких проблем что не будет не свистит коробка прекрасно работает никакие скоростя там не вылетает ничего не будет раздатка прекрасно работает 90 почти 92 тысячи я прошел на этом масле никаких проблем нет поэтому я не считаю нужным тут какие-то научные статьи публиковать в своем видео и забивать вам голову лишним каким-то шлаком по классификации трансмиссионных масел какое масло куда лить g4 g5 не тратьте себе нервы не морочите себе голову заливайте универсальная g4 дробь 5 нашу российскую полусинтетику от роснефти прекрасное шикарное масло а учитывая то как я эксплуатирую свой автомобиль межрегламентная замена по факту трансмиссионного масла должна осуществляться через 40 тысяч километров пробега я делаю через 30 тысяч даже можно сказать через 29 связи с чем это связано в связи с тем что условия эксплуатации моего автомобиля нива очень тяжелые и я делаю замену ближе к 30000 так как мой автомобиль абсолютно не распространены не расстается с прицепом прицеп у меня огромный я таскаю постоянно с грузами практически все дальние поездки только с прицепом туда пустой за товаром обратно с товаром груженный и автомобиль в таком режиме уже пробежал 92 тысячи километров но нужно конечно справедливости ради подметить что первые 10000 я прицеп не таскал по факту минус 10 минус там еще когда начиналось все у меня это дело свой вид деятельности когда я начинал по торговле порядка ну давайте из этих 92 двадцатку смело вычтем получается на сегодняшний день 72 тысячи километров мой автомобиль прошел в таких тяжелых условиях по факту этот прицеп довольно большой для него тяжелый но так скажем жизненные обстоятельства сложились именно таким образом что я вынужден именно таскать этот прицеп пока что другого варианта у меня нет пока что денежек на покупку газели какого-то коммерческого транспорта у меня пока что нету поэтому довольствуется тем что есть эксплуатируем него думаю что вот парни вам ответ на вопрос те кто сомневался в моторном масле кто не писал по поводу натяжителя исай что якобы у тебя цепь растянется ну вот 92 тысячи натяжителя менял на 12 штатный гидронатяжитель я выкидывал на 12 тысяч километрах пробега то есть вы читаете 92 минус 12 вот вам математика 80 тысяч на натяжителей сайт двигатель работает как часы никаких проблем у меня нет вы все прекрасно видите двигатель у меня не закоксованный никакого налета нагара внутри нет никаких парафиновых отложений никакого не шлама там не лаковых отложений желтеньких вот этих налетов ничего у меня в движке нет двигатель абсолютно чистый прекрасно себя чувствует отлично работает и вот у всех у вас есть вот такая вот сервисная книжка всегда всем говорю регулярно практически чуть ли не в каждом видео парни читайте книжку книги читайте это ответы на многие ваши вопросы здесь все рекомендованные масла здесь все написано какие масла куда заливать говорю об этом нет все равно спрашивают пишут здесь и по моторным маслам да какие масла вы должны заливать и по трансмиссионным маслам все это здесь прописано и заправочные емкости да все вот пожалуйста вам заправочные емкости топливный бак до 42 литра система охлаждения 10 7 система смазки 375 до картер коробки передач 1 и 6 литра картер заднего моста 1 и 3 литра картер рулевого механизма картер раздаточной коробки 079 картер переднего моста 115 все парни здесь прописано ничего выдумывать придумывать не надо вот 94 страницу открываете все заправочные емкости здесь есть читаете смотрите меняете масло сложного в этой операции ничего нет там что-то показывать я не вижу смысла сливная заливная пробка в каждом агрегате и советую почаще проверять сапуны на редукторе заднего моста на редукторе переднего моста на раздатке сапуна уже на новых не выхнет сапун уже гибким шлангом выведен раздаточной коробки в подкапотное пространство такой идет гибкий шланг синего цвета это как раз сапун раздаточной коробки вот имейте ввиду кто не знал ну так вот что хотелось бы сказать по своей ниве чем же знаменателен этот пробег 92000 что стоит вот так такое сделать информативное видео теоретического рассказать вам о своей ниве что я думаю какое мое мнение и почему именно на 92 тысячах почему не 100 тысяч давно не круглое такое число какое-то да какая-то такая дата число как сказать правильно да пробег пробег правильно выразить отвечаю на этот вопрос и так если взять сервисную книжку то в конце у вас будет так скажем я скажу как он называется сейчас скажу как называется называется он у нас гарантийный талон ну не стал показывать как называется потому что там все мои данные в этом в гарантийном талоне и так если почитать гарантийный талон вот автоваз не обманывает смотрите срок службы пункт 2 и 5 составляет смотрите для полноприводных автомобилей 6 лет или 90 тысяч километров пробега что наступит ранее уяснили эту информацию что срок службы срок службы составляет для полноприводных это наша него 6 лет или 90 тысяч километров пробега специально повторил два раза и заострил на этом ваше внимание очень много вопросов по гарантиям ярослав загудела тут загудела там что мне делать парни читайте сервисную книжку читайте гарантийный талон в нем все четко прописано срок действия гарантии срок службы автомобиля на все агрегаты здесь все прописано до какого пробега что у вас на какой гарантии читайте знакомьтесь не нужно что-то выдумывать и кого-то спрашивать вся информация у вас лежит в автомобиле читайте будьте грамотные в этом плане ну так вот какое заключение хочу сделать мой автомобиль прошел 92 тысячи в тяжелейших условиях эксплуатации сейчас многие наверное хейтеры меня попытается перебить и сказать да чё у тебя там за условия чё у тебя там какой-то экстрим оффровод 31 колеса нет парня 31 32 33 колеса 29 колеса на экстрим резине это все не то это все не тот разговор давайте говорить об автомобиле него какой он выходит завода завод его не проектировал по 33 колеса завод даже не проектировал ни у под 29 колеса он проектировал его под те колеса на которых эксплуатирую его я то есть по факту не больше 28 дюймов родные его родные его колесики у этого автомобиля не вот эти вот я сейчас езжу вот они штатные пиреле скорпион на них я катаюсь поставил так у нас погода поменялась снова начали лить дожди ведрами днем плюс 10 там плюс 5 поэтому я вон грязный комплект мы зиме резине лежит снял опять в общем сейчас пока снег нормально не выпадет больше не буду мучить рвать шипы буду ездить пока на пиреле скорпион вот такое заключение а по ниве я вам скажу следующее этот автомобиль то что обещано к чему это все было сейчас сказано то что обещано этот автомобиль исполнил все свои обязательства передо мной на сегодняшний день меня зовут по крайней мере не обманул брак он есть был будет всегда везде и на любом производстве поэтому многие смотрят меня и у кого-то складывается такое ошибочное мнение что нужно покупать именно тревогерную не у нет вы абсолютно не правы не смотрите на меня дело в том что у меня привязанность к этому автомобилю я этот автомобиль очень люблю мне он очень нравится но это не говорит о том что я к этой ниве отношусь предвзято нет на своем канале я говорю только реальные факты все что происходит какие поломки какие работы провожу с автомобилем я вам все показываю какой-то отдельный по поломкам что хочу сказать за этот пробег я менял шаровые опоры сразу практически на новом автомобиле поменял можно было не менять достаточно было просто помазать поэтому в тех видео я говорил что смотрите сколько прошли шаровые даже эти вот заводские шаровые я поменял они начали скрипеть из-за отсутствия смазки я как бы подошел к этому вопросу серьезно взял и поменял все четыре хотя бы нужно было помазать только одну то есть такой бешеный пробег реактивные тяги будем говорить простым языком чтобы все понимали реактивные тяги заднего моста все родные все агрегаты трансмиссии родные даже подшипники передние ступичные нерегулируемые стоят на ниве легенде все родные 92 тысячи никакого лифта ничто не гудит и шумит раздатка родная коробка родная ничего не вылетает ничего не выбивает ничего не воет там по ненормальному разумеется фирменный это твой раздатки у любой него любая него вводит раздатка но воет она так скажем в правильных диапазонах и тональности меня все устраивает автомобилем я своим более чем доволен то что мне обещали автомобиль мой прошел и прошел это под тяжелейшими нагрузками это практически если бы как на каком-нибудь танке 300 тракторную телегу таскать примерно вот так вот потому что я таскаю очень серьезные грузы и для этого автомобиля по сути это перебор эксплуатировать него как коммерческий транспорт ну на самом деле поймите меня правильно парни это немножко безумие но конкретно в моей ситуации у меня нет другого выхода и я отталкиваюсь от того что и не поэтому не судите меня строго здесь а как некоторые там это бискал бестолковство зачем это нужно него как коммерческий транспорт да сколько бензина ты жил ну знаете я оправдываться не перед тем не буду и объяснять не буду умные люди поймут почему так происходит потому что деньги зарабатываются с от собственным трудом как могу так и зарабатывать а со временем видно будет там приобретем какой-то коммерческий транспорт либо это будет газель либо еще и что какая-то 6 метровая газель хорошая в общем в дальнейшем время все покажу покажет загад не бывает богат я вам такое маленькое короткое заключение сегодня сделал кому-то вот покажется много воды не воды вот в таком формате чтобы немножко достучаться до вас чтобы вы это поняли чтоб не было у вас больше лишних вопросов многие ответы на вопросы у вас прямо они каждый день они перед вами лежат у вас в автомобиле но тем не менее вы почему-то теряетесь всем говорю читайте руководство по эксплуатации читайте гарантийный талон сервисные книжки вот например спрашивали ярослав сколько ты машину держал на гарантии ну вот показываю его как и говорил вам никого я не обманываю машину я держал я считаю что машину надо держать на гарантии ну первые 10 тысяч дальше смысла никакого нет сейчас покажу вам гарантийный талон вот они мои два талона первое то нулю нулевое то вернее первое говорю я прошел на пробеге 1950 километров это номер один я прошел на пробеге 11500 все после вот этого я уже дилеру не ездил на обслуживание своего автомобиля дальше за 11000 за одиннадцать с половиной тысяч автомобиль полностью показывают все свои косяки которые у него были с завода если у вас браковочная раздаточная коробка редуктора задних передних мостов либо какие-то проблемы с масложором какие-то не дай бог проблемы с двигателем практически с первые 10000 выявляют все недостатки все косяки автомобиля за исключением каких-то редких случаев и так какие планы на ближайшее будущее многие начали задать вопрос ярослав меняй ниву мы тебя только поддержим бери другую еще раз повторяюсь автомобиль свою него я менять не буду в моих планах на сегодня все больше я склоняюсь в ту сторону что скорее всего этот автомобиль я уже буду оставлять окончательно у себя продавать я его никому не буду и менять на что-то другое я его тоже не буду в моих планах сейчас купить коммерческий транспорт это 6 метровую хорошую газель взять этот же автомобиль останется у меня для души и в дальнейшем я его буду только дорабатывать только улучшать будет он у меня для охоты и рыбалки останется он в моей семье следите за каналом вы увидите сколько пройдет двигатель на этом автомобиле я думаю всем это будет очень интересно забегая вперед хочу вам даже немножко так как бы предсказать я практически уверен что двигатель на моей ниве без ремонта пройдет 300 тысяч километров никакого ремонта я с этим двигателем с мотором делать вообще не буду то есть я не буду ни цепь менять не звездочки не буду менять не колпачки вот эти маслосъемные на клапанах я ничего не буду делать с движком абсолютно ничего этот мотор пройдет 300 тысяч километров и возможно после 300 что-то там начнется какие-то может быть работы будут а так по большому счету эта машина пройдет очень много я в этом уверен я чувствую свой мотор я знаю про что я говорю я полностью верен а такая машина попадается практически наверное вообще раз в жизни вот какая мне попалась это него поэтому я буду уберечь и как зеницу ока какие-то кузовные косяки если будет ничего страшного подкрасим подмажем я даже за это не переживаю летом подкрасим подмажем я на этой машине буду ездить до победного пока вот она вообще вся не будет выжата следите за каналом вы все увидите все эти слова а жизнь да она вносит всякие коррективы если что-то в жизни конкретное стрясется что-то произойдет экстренное что я буду там вынужден продать этот автомобиль ну тогда не обессудьте я об этом вам обязательно скажу потому что как говорится мы предполагаем а бог располагает мы не знаем даже что завтра будет даже я не знаю через 10 минут будет что будет через час поэтому я выставил всего всего лишь свои планы а как дальше пойдет в жизни в реальной жизни что будет происходить вот пока что у меня настрой только такой чтобы вы понимали какой у меня настрой в настрой у меня установить силовые бампера впереди сзади обязательно силовые бампера установить сюда лебедку блокировки никакие ставить я не хочу все только силовые бампера и были и лебедку вперед возможно поставлю усиленные пружины небольшой какой-нибудь лифт без какого-либо фанатизма там плюс три сантиметра может быть небольшой сделаю лифтик поставлю просто усиленные пружины без всяких там проставок ну примерно что-то как-то лифт похожий примерно на бронто примерно вот так может быть потом сделаю но это не точно сразу говорю по поводу моторных масел завалили вопросами что заливаешь в каждом видео всем говорю только на шелхеликсе езжу оси сейчас на сегодняшний день есть проблема с поставками шелхеликса на сегодняшний день даже я не могу себе достать шелхеликс дело в том что впереди зима впереди морозы и таким образом сложилось что вот у меня на остатках есть канистра моторного масла mobile 15 в 30 именно на морозы на зиму я заливаю моторное масло 5 в 30 это ну это advanced full synthetic допну значит а3 b4 то есть это еще канистра оригинального mobile то здесь вот они все точки то есть проверить то есть это это реальная подлинная канистра то есть не какая-то подделка то есть я знаю что здесь реально настоящий мобилл а не какая-то непонятно непонятного происхождения барматуха поэтому вот сейчас еще сразу же отвечу на динозу данная канистра 15 10 21 года вот они все допуска по айпи с л с н до под по отца а3 b3 а3 b4 ну допуска до volkswagen mercedes рено автоваз lada cars сами видите да то есть это у меня на остатках еще оригинальный мобилл остался поэтому вот на этом мобили 8000 мы хорошо зиму зиму откатаем ну разумеется man фильтр так как пока проблема шелхеликсом моторное масло в принципе сколько я наматываю сейчас за месяц скоро его менять но если что-то изменится то конечно же залью шелхеликс но пока что вот у меня мобилл убран пускай стоит есть он не просит запас карман не жмет итак из новостей я принял решение так как пробег на автомобиле довольно серьезный тоже никакая не реклама в раздаточную коробку я добавил вот такой вот девайс это присадка супротек для обрадут для обработки редукторов дифференциалов раздаточных коробок вот такой вот увеличение ресурс агрегата защита агрегата при перегрузках снижение снижение гула вибраций увеличение выбега автомобиля вот состав редуктор предназначен для защиты от износа продление ресурса и восстановления характеристик раздаточных коробок дифференциалов и других редукторов легковых и малых грузовых автомобилей сразу говорю парни это никакая не реклама это мой первый опыт в жизни а в комплекте вот идет такая вот здесь инструкция трибо технический состав редуктор здесь инструкция как что это нужно применять я немножко конечно пренебрег инструкции скажу честно обманывать никого не буду я не стал там сначала прогревать так как масло нужно менять я просто тупо взял в раздатке его немного говоря 800 грамм в раздатке этого масла я просто взял в литрушку нагрел литрушку дома на батарее теплое масло нагрел вот эту присадку вылил туда хорошо теплое все это дело перри болтал и просто шприцом сразу залил в раздаточную коробку предварительно разумеется слив старое грязное масло масло за 30 тысяч было просто на и грязнейшие вот она у меня перелита сюда в эту канистру грязное масло вот такое принял решение не знаю хочу попробовать с раздаточной коробкой потому что нагрузка и на нее довольно серьезная конкретно у меня пользуюсь ей каждый день постоянно пониженная повышенная тем рычагом я пользуюсь постоянно любые маневры где-то прицеп толкаешь задом где-то заезжаешь маневрируешь на оптовых базах где-то чего-то в городе постоянно пользуюсь раздаточной коробкой каждый день эти эти рычаги у меня только шуршат ну кроме разумеется блокировки межосевого дифференциала а вот пониженная повышенная пользуюсь каждый день да не по разу постоянно его щелку потому что беречь нужно сцепление беречь нужно трансмиссию ни к чему это там на повышенной везде машину мучить включите пониженную и пожалуйста совершайте любые маневры вот такая вам информация к сведению скажите кто об этом что думают у кого был опыт эксплуатации вот этой присадки супротек стоит она того не стоит или это дурость либо это деньги на ветер напишите в комментариях ярослав ты не прав это глупость этого не нужно было делать достаточно было залить просто трансмиссионное масло я послушаю посмотрю ваше мнение мне реально но будет интересно но в моей жизни вот это вот первый такой опыт сейчас попробую присадку вот эту залил ее в раздатку вот этот один флакончик кстати блин сколько у нас грамм то пишут эти товарищи 80 миллилитров кстати вот кто будет спрашивать 80 миллилитров получается ну тут в инструкции написано насколько он рассчитан а по-моему вот этот флакончик можно применять в узлах трансмиссии где объем масла до 2 и 2 и 2 литра то есть можно один такой флакон использовать ну разумеется не в коробку передач это вот именно раздатка и редуктора в коробку там отдельная тема в коробку я ничего заливать не стал никаких проблем у меня с коробкой передач нет а вот в раздатку возможно если это поможет снизить шум то это будет в принципе неплохо а ладно я думаю и так слишком наверно дотошно подробно поэтому вам рассказал давайте наверное самое интересное пройдем автомобиль сейчас книжки все закроем пройдем автомобиль и сейчас будет самое самое интересное в конце видео по гб о так это суда закидываем ответ по гб о садимся в автомобиль садимся в автомобиль закрываем дверь так сразу такая поправка включая свет в салоне очень дополнительно меня так скажем подкорректировали в комментариях ярослав вот ты рассказываешь про гб о какой расход у тебя газа в какие во всех режимах там с прицепом без прицепа по трассе там смешанный цикл а ты забываешь главное ты знаешь о том что ты там каждое утро запускаешь двигатели вот конкретно в моей ситуации настроена на 50 градусов то есть пока запуск двига холодного двигателя с утра после стоянки двигатель всегда запускается на бензине я также заливаю 95 бензин ничего не изменилось заливаю 95 вот у меня сейчас в баке где-то 20 литров 95 и говорят мне ты не берешь в учет о том что у тебя каждый день тратится также бензин на запуск двигателя ты его не считаешь почему я его не стал считать и даже особо ну не стал упоминать в том видео во первых это бы заняло лишнее время и видео бы затянулось там чуть ли не на час во вторых расход бензина он просто ничтожный я его вообще не замечаю я залил бензин я уже переживаю что он у меня уже слишком старый в баке что его вот нужно сжечь из-за того что я уже не знаю сколько езжу 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 а эта стрелка она вообще как вот замерла так и замерла то есть расход бензина он ничтожный на запуск прогрев двигателя сейчас начнут не один написал а ты знаешь о том что один запуск это литр бензина если у вас машина на запуск двигателя расходует литр бензина я вам советую выкинуть вашу машину вместо двигателя такого быть не может есть такое понятие как нормы расхода топлива на холостом ходу при запуске холодного двигателя ну так вот согласно норм согласно норм расхода согласно норм расхода я сейчас скажу вам сколько примерно уходит топлива в час на конкретно на него уходит 800-900 грамм это вот если вы запустили двигатель на холостую у вас машина час стоит тарактить за час у вас уходит максимум 800 900 грамм не больше если больше этого значит у вас двигателем что-то просто ненормально с этим движком я думаю что это я понятно объяснил поэтому на прогрев двигателя вот зимой прогрева будет дольше да даже в лютые морозы никогда я машину больше чем 20 минут я никогда не грел 20 минут ты поехал сегодня сейчас учитывая вот осень сейчас вот 0 минус 1 температура окружающего воздуха да ну так я сейчас грею автомобиль максимум максимум 5-7 минут за 5-7 минут ну прикиньте если в час норма расхода 800 900 грамм сколько этом 100 грамм что ли из расходу ну пускай 200 ну даже никакой 200 100 150 грамм максимум сгорит этого бензина на прогрев и чтобы вот это все как бы вам показать аргументировать я сейчас запущу холодный двигатель мы посмотрим за какое время прям без перемотки я вам покажу за какое время мотор нагреется до 50 и перейдет двигатель перейдет на газ итак поехали итак вспышку выключил запускаем двигатель так обращаю ваше внимание московское время 22 22 по нашему уже 12 час ночи пробег 91 803 за бортом плюс 4 градуса двигатель полностью холодный видите вот стрелочка температура полностью холодный двигатель бензина но в баке где-то литров 18 я думаю не более вот так скажем кнопка управления газом показывает что сверху индикатор красный что запуск будут осуществляться сейчас на бензине так проверяем нейтраль коробки передач и запускаем двигатели смотрим сколько проработает автомобиль и когда он перейдет индикатор перейдет на зелененькую то есть перейдет на газ запускаем двигатель смотрим запустил двигатель засекайте время я думаю что это будет наверное более чем до то что если я сейчас буду вот так вот минут пять держать экран тупо панель приборов это будет неправильно засекайте время я никого обманывать не буду сейчас ставлю на паузу как только я увижу что начнет переходить на газ я включу телефон запоминайте время на начале видео кстати вот забыл сказать спустя две минуты бензин на бензине работает сейчас двигатель еще не прогрелся вот этот бортовой компьютер вообще не врет он сейчас покажет точно сколько грамм бензина мы израсходовую вот видите l00 а этот пока эти показания будут полностью точные я вам скажу за сколько вот за момент до того как он нагреется перейдет на газ сколько израсходуется бензина и так блин не успел немножко смотрите время 22 26 только нажал и полностью но аппаратура переключила brc переключила на газ израсходовано 100 грамм бензина вы представляете данные показания показания бортового компьютера прошу вас товарищи зрители считать с точностью на 99 и 9 процентов я на этом автомобиле проехал 92 тысячи и бортовой компьютер в моем случае конкретно на моей машине не врет вообще абсолютно от слова совсем погрешности в нем практически нет израсходовалось всего 100 грамм бензина 100 грамм бензина он израсходовал то что вот то что я вам говорю я все сбросил на ноль разумеется до этого не сказала что все было сброшено 0 пробег был сброшен все сбросил на ноль и вот смотрите что получается вот этот момент двигатель холодный первый запуск большой впрыск топлива идет туда ну повышенный впрыск топлива запуск и вот только из-за этого то что мотор полностью холодный обороты двигателя из-за того что оборота двигателя на тахометре сначала были 1200 то есть соответственно и расход из-за этого больше и вот сейчас вот ну по ну по проходу времени да вот температуру уже за 50 перевалило а обороты обороты еще в диапазоне тысячи то есть поэтому всего лишь 100 грамм бензина то есть на один на одном литре бензина вы машину можете запустить 10 раз учитывая вот сегодняшнюю погоду сегодняшнюю температуру все и прогрев ну высите 22 минуты там минус вот этих 26 я вам говорю получается 23 24 25 26 5 минут даже если взять 5 минут 4 5 минут весь прогрев и уже мотор уже выходит если потому что если у вас термостат исправен если у вас система охлаждения исправна вы за ней следите своевременно обслуживаете своевременно меняете антифриз если у вас все это своевременно производится моется радиатор все прочищается корректно работает термостат у вас проблем с прогревом никаких не будет как бы на улице холодно не было ну да разумеется там будут 35 там под 40 разумеется это будет все немного дольше но не так как вы говорите я реку тебя литр улетает да вы чё смеете что ли никакого литра не улетает все я думаю что наглядно показал объяснил вам да вот рам машина все работает на газу перешла на газ и что хочу сказать в заключении да в таком заключении про газ на газу машина работает в разу чище в разы чище двигатель работает очень ровно мне вообще нравится вот последнее время я не знаю что за бодягу возят на азс но на бензине двигатель работает просто отвратительно мне вообще не нравится непонятные вибрации непонятная вот эта детонация бензин сейчас очень плохой на заправку не знаю где бы я не заправлялся стал замечать что не было гб о ездить стал я заметил что почему-то резко увеличился расход топлива расход бензина резко увеличился а я связываю это с тем что на заправках по факту бензин с низким октановым числом отсюда детонация повышенный расход топлива нагар и все вытекающие последствия а вы знаете о том что один раз один раз всего лишь можно заправиться плохим бензином и ваш катализатор навсегда выйдет из строя чего никогда не произойдет на газу газ сам по себе выхлоп газа вот кстати проблема на бензине вот эту вредность целое цах вот как он выхлоп называется вредность выхлопа замеряют на техосмотр вот на бензине я не уверен что вы пройдете его а вот на газу практически любая машина проходит вредность выхлопа и вот еще одна из особенностей вот у нас мотор сейчас теплый до теплый мотор и вот например мы заглушили вот я с вами поболтал минуту еще раз решил завести и вот даже сейчас она заведет запуск двигателя будет все равно на бензине смотрите то есть завела на бензине смотрите плавный переход раз на газ сейчас перейдет секунды какие-то перешло на газ то есть какие-то 15 секунд все она уже снова на газу так как мотор мотор горячий температура около 70 градусов все она сама перешла на газ и так каждый запуск двигателя то есть вот смотрите в час заглушил я мотор вот только тарахтел рыботал запускаю снова двигатель запускаю снова двигатель сейчас погаснет версии вот этот индикатор переключение сейчас погаснет подождите у него такая задержка, после того, как зажигание выключаешь, есть такая задержка. Вот релюшка сработала, сейчас он отключится. Вот, снова запускаем двигатель. Смотрите. Запустил двигатель. Все. Опять красненькая. На бензине запустилась. Сейчас переключится, перейдет на газ. Все. Перешла на газ. Как только переходит на газ, двигатель начинает работать ровнее. Мало того, парни, сделаю вам открытие. Вот этот бортовой компьютер, который показывает 0,2, что вот сейчас 200 грамм из расхода. То есть уже я сжег, пока с вами болтаю, я сжег 100 грамм газа. Ну так вот. Вот это показание, точность 99%. Я полностью включаю, мне никакой датчик не надо. Я включаю, я знаю, я когда сбрасываю. Я заехал на газовую заправку, заправил баллон в отсечку. 50, когда 51 литр заходит, когда 52. Все, я сбрасываю на ноль. Я проехал там, день-два поездил. Я включаю вот это показание L на бортовом. И у меня прям показывает грамм в грамм, сколько сгорело газа. Я прям точно знаю, сколько у меня сгорело газа. Очень удобно здесь все сделано. Бортовой компьютер на Ниве Легенд просто шикарный. Чего, кстати, как ни странно, не унаследовала Нива Тревел. Так как она и не унаследовала нерегулируемые ступичные передние подшипники. До сих пор там с этими гайками мучаются, подтягивают их каждые 20 тысяч. На самом деле, ну, мне вот тоже непонятно. Машину позиционируют вроде как топовую из Нив, а столько недоработок. Мне немножко непонятно. Посмотрел видео на канале Дмитрия Флегонтова. Посмотрел видос по замене топливного фильтра на Тревел. Вообще удивился. Там он еще бестолковее. Бестолковее установки топливного фильтра, чем на Тревел, я не видел. Поставить его рядом с реактивной штангой вот этой вот, с продольной, вот тут сбоку, каким-то непонятным чехлом прикрутить, это вообще... Там он отсоединил, там все в грязи. Хомут соржавел, этот болтик на 10 свернул. Это вообще, это просто ужас. Додуматься на внедорожнике засунуть топливный фильтр под днище. Его там можно оторвать веткой, бревном в колее, которое вы не увидите в воде. Зачем туда засовывать? Был на старых Нивах под капотом топливный фильтр, ну и там его и надо было оставить. Так что вот, ребята, как-то так, я думаю, сегодня видео и так немножко подзатянул. Подзатянул. Я вам сегодня рассказал все максимально подробно. Ну давайте, кому было интересно. Ярик, а вот какой переход с бензина на газ? С газа на бензин? Смотрите, одно нажатие кнопки. Все. Плавный переход на бензин. Все. Никаких, никаких там плаваний, оборотов, строений. Все, она перешла на бензин. Все, полностью горит, только красная кнопка. Переходим на газ. Переходим на газ. Сейчас на газ перейдет тихонько. Смотрим на тахометр. Хоп. Обращаем внимание в нижний правый угол. Спокойно перешла на газ. Никаких плаваний и оборотов. Оборудование BRC работает просто великолепно. Я доволен, как никогда. Экономия бешеная. Какой-то просадки в динамике я вообще не увидел. Я ее не почувствовал. Я очень доволен ГБОшкой. Но, сразу говорю, вот просматривая мое видео, не обольщайтесь, парни. Не торопитесь себе ставить ГБО, посмотрев только на меня. Я не хочу там потом перед тем там виноватым или еще что-то быть. Смотрите, наблюдайте за моим каналом. Я проеду там еще хотя бы 1090 на ней. Потом посмотрите, сделайте для себя вывод, нужно оно вам или нет. Ну, как и повторюсь, если вы ездите там 5000 в год, то вам можно про газ. Даже не задумываются. Ладно, парни, давайте. Итак, слишком затянул видео. Много чего интересного показал. Давайте. Всем жму руку. Пишите свои комментарии. Всем жму руку. Всем здоровья, добра. Всего вам-всего вам самого позитивного, самого-самого лучшего, хорошего. Всем жму руку. Всем пока.